На соревнованиях Robocross 2022 команда из Ульяновского политеха одержала безоговорочную победу более чем с двукратным перевесом очков. Состязания проходили на полигоне «Березовая пойма» в Нижнем Новгороде. За победу боролись ведущие технические вузы России. В этот раз ульяновская команда подготовила машину для выполнения пяти испытаний. Наша «Газель Next» смогла проехать 100-метровую трассу с препятствиями развернуться и вернуться к финишу. Автомобиль умеет перемещаться по GPS-координатам. Он умеет распознавать препятствия статические, динамические. Он умеет осуществлять объезд этих препятствий. Он умеет по построенной заранее карте перемещаться из одной точки в другую с переключением передачи, с автоматическим распознаванием сигналов светофора, с распознаванием дорожных знаков. Он умеет парковаться автоматически, ну и несколько других вспомогательных задач. Есть еще над чем поработать. То есть у нас пока наработать на холостых ходах. То есть есть в планах, чтобы она работала на более высоких скоростях. В целом есть всегда что улучшать. Но алгоритм следования пути у нас работает корректно. Распознавание объектов, знаков пешеходов работает корректно. Также парни запрограммировали машину на выполнение перпендикулярной и параллельной парковки. Без водителя «Газель» может проехать с соблюдением всей дорожной разметки. В эпоху современных технологий эти разработки могут найти продолжение в отечественном автомобилестроении и не только. Беспилотный транспорт – это не только перемещение по территории городов, но это и работа на территории закрытых предприятий. Это автоматические погрузчики. Это во многом сельскохозяйственная техника. Это перемещение в условиях северных территорий, там где нет людей. И вот для таких территорий, где требования к безопасности не настолько строгие, как в городских условиях, беспилотники представляются перспективной технологией. По прогнозам аналитических компаний, беспилотный транспорт будет более актуален в промышленности и грузоперевозках. Минтранс ожидает, что к 2035 году доля беспилотных внутригородских перевозок составит 30%. А рынок беспилотников к 2030 году составит более 1 триллиона долларов. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.